Приветствуем вас, компания Радострой. 2016 год строительный сезон начался, и мы на объекте в Подмосковье. В данном месте мы делаем систему очистки воды, так как у заказчика. В воде было железо. Вот и сейчас мы хотим рассказать немного об устройстве скважины, так что звонят люди, особенно женщины, интересуются, что такое об устройстве скважины, какие виды об устройства, ну и основные узлы. Сейчас мы обратимся к Дмитрию, он нам расскажет, как устроено. Как раз здесь вот мы видим у нас систему очистки воды, и в этом уголке все необходимое для об устройстве. Нужно приступать? Да, да, расскажи. Наверное, стоит сказать, что об устройстве скважины – это процесс работы со скважиной, который приведет к тому, что станет удобнее и, скажем так, проще пользоваться водой, да, достать оттуда воду. Об устройства могут быть различными, как зимними, так и летними. В данном случае мы имеем зимнее об устройство, то есть водой будут пользоваться круглый год, и в тепло, и в морозы, и не планируется эту воду сливать, отключать, либо производить с ней какие-то махинации, да. Круглый год мы имеем в кране напор. Собственно, поэтому заглублена труба, мы сейчас находимся в подвале, и вот эта закладная, она идет на глубине метр сорок. Здесь, ребята, у нас высверлили. В подвале не были предусмотрены закладные трубы, поэтому заказчик сказал у нас услугу алмазного сверления. Мы здесь достали вот эти вот керны, и, соответственно, породили. Сделали гильзу из канализационной трубы, а в нее уже пропустили водопроводную трубу и кабель питания насоса. Естественно, в скважине насос находится, и на улице есть кессон, то есть углубление, в котором находится скважина, из бетонных колец этот кессон, и там, кроме выходящей из земли трубы и поворачивающей их в дом, больше ничего нет. А почему заказчик решил здесь? Не в кессоне, а именно в доме. Почему он решил, я не знаю. Я так полагаю, что достаточной величины подвал позволяет здесь разместить оборудование, и это, безусловно, оптимальное решение, если такой подвал есть. Прятать все в кессон, это, в общем-то, решение ну, такое, да, экономично вынужденное, когда есть небольшой дом, и не хочется туда ставить баки, ставить какое-то оборудование. То есть все прячем в кессон металлический, и в доме имеем только воду. Ну, безусловно, обслуживать, да, вот такую аппаратуру гораздо удобнее, вот, чем лазить в кессон по лесенке, там тесно, там не повернуться, кто-то, может, у кого-то клаустрофобия, да, и боязнь замкнутого пространства, ну, и это реально достаточно физически бывает тяжело. Расскажу, как вот устроена эта автоматика. Вот мы к этому идем, никак не придем. Чтобы насос сработал, нужно нам иметь устройство, которое будет его включать и отключать. Это устройство называется реле давления. Вот одна из вариаций на тему. Фирма УАЦ, итальянская. Тем не менее, независимо от того, китайское реле или итальянское, или еще какого-то производителя, работают именно эти реле по давлению. Они измеряют давление в магистрали, и либо включают насос, если давление подупало, либо выключают, если давление набралось достаточно. Здесь есть контрольно-измерительный оборудованный, манометр. В данном случае, вот две атмосферы у нас сейчас есть в системе. Этот реле достраивать не надо, он подставляется с умолчанием. По умолчанию с завода, естественно, идет настроено. Давление включения насоса 1,4 атмосферы, выключение 2,8. Но его можно под свои вкусы подстроить, то есть сделать повыше, пониже, дельту поменьше. Все это, в принципе, делается. Ну и неотъемлемый элемент системы, это гидроаккумулятор. И вот на нем воздухоотводчик. Гидроаккумулятор проходной. Поэтому воздухоотводчик стоит на нем. Если бы здесь было глухо, мы бы его поставили где-то здесь. Это удобнее, да, собственно, сразу? Это удобно, но я бы не сказал, что это какой-то решающий фактор. Просто гидроаккумулятор больше 80 литров, вот они обычно проходные бывают. И, собственно, гидроаккумулятор несет на себе главную функцию сглаживать гидроудары, когда включается и выключается насос. И он необходим для поддержания в сети более-менее постоянного давления. Он содержит в себе некоторое количество воды. И, точнее, не то, что поддержание давления, он предохраняет насос от большого количества включений и выключений в час. Потому что есть ограничения на количество этих впусков. Если гидроаккумулятор будет очень маленький, то насос будет запускаться часто. То есть, вы открыли кран, там слили 5 литров, и уже насос запустился. Если он будет сильно большой, то это может ударить по бюджету, и, в общем-то, смысла тоже нет в больших гидроаккумуляторах. Здесь составит 50-80 литров. Ну, здесь вот с этого. Здесь ниппелек, да? Который воздух позволяет накачивать. Здесь ниппель. Через этот ниппель закачивается давление, ну, закачивается воздух. Потому что обязательное условие рабочего гидроаккумулятора это наличствующее в нем давление воздуха, которое заставляет сжиматься грушу, либо мембрану, и выталкивать воздух. В общем-то, можно... Про гидроаккумулятор можно вообще отдельно, конечно, сделать рассказ. Ну, в двух словах, если я вот недавно разбирал, вот этот гидроаккумулятор, он у меня порвалась груша, потекла вода из него. Здесь вот фламец такой, прикрученный к горловине, и под этот фламец края груши резиновой. Прижаты. Вот, соответственно, эта груша, она идет внутрь корпуса, вот, и сверху на нее давит воздух, а снизу ее распирает вода, создавая там определенное давление. И как это соотносится от давления в баке и реле? Ну, давление в баке должно быть 0,9 от давления включения насоса, при китайских насосах, которые пускаются сразу быстро. Если грунтфос стоит с плавным пуском, то 0,8 от давления. Ну, в данном случае, вот, 1,4 у нас по умолчанию настроено реле, на включение. Соответственно, вот 0,8 умножая на 1,4, получаем где-то 1,1 атмосферы. Вот в баке должно быть 1,1. Чтобы система работала корректно, чтобы насос включался тогда, когда вода еще есть и давление еще есть. Ну, давай, может, у нас есть возможность куда-то включить воду? Да. Посмотреть, как сработает реле. Давайте, вот, я экран вот открою. Сейчас давление начнет падать на реле. И ключ там ущелкнет. То есть, нижний порог давления сейчас отработает. Вот, ущелк на урале. Сейчас насос включился и начинает работать уже в систему. Подавать нам будут. Ну, и, соответственно, когда вода, необходимое количество потреблений получил, потребитель получил насос, догоняет давление до верхней точки. Давайте мы положим, что мы получили нужное количество воды. Вот в бак сейчас в данный момент вода наполняется. Бак зашумел. И здесь у нас верхняя точка давления, которая реле устанавливает. Насос отключается. И мы имеем в запасе воду в баке и давление порядка 2 атмосфер в системе воды. Что, в принципе, достаточно комфортно, я так понимаю, для душа, для кухни. Да, вполне. 2 атмосфер. Ну, это, наверное, необходимый минимум, который можно рассказать. Все остальные моменты мы в других видео расскажем. В следующее видео мы сейчас запишем о системе очистки воды. Мы здесь сделали систему очистки воды. Обезжелезвитель. Вот, если интересно, смотрите в следующем ролике. Прямо. Продолжение следует...